После традиционной молитвы пожилые прихожане Губкинской мечети и члены Совета ветеранов собрались за одним столом. Поводом для встречи стали праздники – светский и религиозный. Вот мы договорились с НКО «Ветеран», что сегодня будем поздравлять ветеранов Днём пожилого человека. И так как это совпало с праздником Маулид Ае, месяца Маулида, в этот священный месяц родился пророк Мухаммад, тоже как бы это будет приурочено к этому священному месяцу Арабию Ауаль. Ветераны откликнулись на приглашение имама Хатыба Губкинской мечети с радостью. Среди них много исповедующих ислам, но на празднике присутствовали и представители других конфессий. Члены нашей ветеранской организации и мусульмане, и христиане пришли в гости в этот храм, потому что важно поддерживать, быть в мире, в согласии, общаться. И только в общении мы можем достичь какого-то мира, общих целей. И вообще строить планы на будущее, сообщать всегда легче и проще, и надежнее. Перед началом праздничного ужина прозвучала молитва. Угощались национальными блюдами, традиционным башкирским чаем с матрешкой, что в переводе на русский означает «душиться». Общались и делились воспоминаниями. Мы росли, и никогда у нас не было понятия, кто какой национальности. Вот я лично узнала, кто какой национальности в нашем классе, когда нам получали паспорта. И мы только начали читать, кто же там, у кого что написано. Здесь живут и соседствуют люди, совершенно приехавшие сюда из разных уголков нашей большой, обширной страны. И приятно, что все дружат, приятно, что могут здесь собираться. И самое главное, что ценят в нас одно слово «человек». Потому что человек – это то, что должно нас всех объединять. Вечер прошел в теплой, дружеской атмосфере и стал еще одним подтверждением того, что всех нас объединяет желание жить в мире друг с другом. Елена Шестакова, Олег Короткевич, Новости Губкинского.